Приветствую друзья, я Виталий Порбук. В новый санкционный список Великобритании попала подруга Путина Алина Кабаева, которую также называют матерью его детей. Среди фигурантов этого списка родственники как Кабаевой, так и самого Путина, включая его бывшую жену Людмилу. Братьев, их сыновейки, собственно все большое и разветвленное путинское семейство, о котором до избрания Путина президентом Российской Федерации никто и не подозревал, и которое Путин старается скрывать столько, сколько ему это удается. И отнюдь не потому, что он заботится о безопасности родственникам, совершенно очевидно, что с этой безопасностью у них все в порядке. А потому что сам Путин, как известно, не записывает на себя все те огромные активы, которые он получил за 20 с лишним лет практически ничем не ограниченного коррумпированного правления. И в такой ситуации, разумеется, как и любому среднестатистическому коррумпированному чиновнику, а Владимир Путин среднестатистический коррумпированный чиновник, ничего другого в голову не приходит, как записывать имущество на жён, подруг, родственников, родственников жён, родственников подруг, собственно, всех, кому он может еще как-то доверять. Хотя, разумеется, есть и особо близкие друзья недавнего, прошлого. Например, виолончелист Ралдугин, который оказался сказочно богат, и никто до сих пор так и не может объяснить причины этого неблагосостояния скромного музыканта. Очевидно, что люди, которые как-либо связаны с Владимиром Путиным, дружественными узами или родственными, моментально перестают быть скромными. С Алиной Кабаевой вообще особая история. О том, что именно её нужно подвергнуть санкциям, что она может быть хранительницей части путинской империи, говорят чуть ли не с первых дней после того, как Владимир Путин напал на Украину. Однако даже в этой ситуации, по утверждениям издания Wall Street Journal, Соединенные Штаты воздерживались от санкций против Алины Кабаевой, чтобы не рассердить российского президента. И вот мне очень интересно, а что такого Путин может сделать, если его рассердить по сравнению с тем, что он уже не сделал? Как известно, история с личной жизнью Путина – это наиболее табуированная часть российской реальности. Никто никогда ничего не знал о том, что реально происходит с российским президентом, даже после того, как он отказался от образа премьерного семьянина и сообщил о своем разводе. Окружению Путину хотелось представить ситуацию так, что глава российского государства чуть ли не на России женат. Хотя абсолютно очевидно, что Путин, по крайней мере, пока еще не бесплотен и интересуется обычными земными проблемами и радостями. Иначе зачем бы президенту Российской Федерации нужен был бы знаменитый Икеа-дворец в Геленджике, ставший примером коррупционной неразборчивости и безвкусия? Иначе зачем бы президенту Российской Федерации нужна была бы роскошная яхта Шахерезада, которая недавно была арестована в одном из итальянских партов? Нет. Путин создавал коррупционную систему, которая разорила миллионы россиян и оставила их в бедности на всю оставшуюся жизнь отнюдь не для того, чтобы жениться на Российской Федерации. Российская Федерация, она не жена Владимира Путина, а дойная корова Владимира Путина. Просто территория для ежедневного, ежечасного, ежеминутного грабежа, которым занимается сам Владимир Путин вместе с пресловутым кооперативом озера и тысячами паразитов, чекистов, чиновников, обслуживающего персонала, деятелей псевдокультуры и псевдоискусства, которые поют осанну своему кумиру за щедрые пожертвования из государственного бюджета, вороватых олигархов, которых назвать бизнесменами может только умалишенный, потому что эти люди никогда не занимались бизнесом, а занимались исключительно воровством. Ну, собственно, вот и вся картина власти в России. И именно поэтому понятно, что Путин заботится о своих родственниках. Да и дело, как я уже говорил, отнюдь не только и не в заботе, а в том, что на кого-то нужно всю эту собственность переписывать, чтобы не опасаться, чтобы потом, после твоего ухода к Ленину и Сталину, у близких тебе людей все это не отобрали. А так все же не в социалистические времена живем. Это в социалистические времена член политбюро, который обладал казенной квартирой на Кутузовском проспекте, казенной даче где-нибудь в Барвихе, казенной машиной, оставлял своих родственников буквально нищими. И они зависели исключительно от щедрот новых партийных руководителей, которые могли оставить им квартиру, а могли отобрать в пользу какого-нибудь нового члена политбюро с его семейством. Могли сохранить возможность обслуживаться в элитной поликлинике для небожителей, а могли выгнать в обыкновенную районную поликлинику, в очереди в которую, между прочим, в свое время и скончался бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь московского горкома партии, всесильный хозяин советской столицы Виктор Гришин. Путину, разумеется, совершенно не хочется, чтобы кто-то из близких к нему людей умирал в очереди в поликлинику под крики обворованных им старух и под суровыми взглядами ничего не понимающих в медицине докторов. Нет, ему необходимо, чтобы у тех, кто с ним связан, даже после того, как он не будет президентом Российской Федерации, оставались в распоряжении несметное богатство, разворованный им Россией. И, разумеется, единственная реальная возможность сохранить эти богатства подальше от тех, кто станет его наследниками, захочет в свою очередь все это получить и разворовать, это держать деньги на Западе. Как-то неудивительно звучит, но Российская Федерация это не лучший способ сохранения средств для каждого, кто понимает, как она устроена. А Путин уж точно понимает, как она устроена, потому что он ее и устроил. Поэтому все его близкие, родственники и друзья хранят деньги именно там, где им и положено быть. В Великобритании, в Соединенных Штатах, в странах Европейского Союза. Проблема только в том, что после нападения России на Украину на Западе больше не церемонятся с разворованными средствами, которые находятся на счетах близких к российской политической элите людей. И да, родственников Путина старались оберегать от санкционного давления буквально до последнего дня. Но с каждым новым днем зверской войны Путина против Украины становится ясно, что церемониться с российским правителем. Это значит убеждать его в собственной вседозволенности. Это значит убеждать его в том, что ему лично и тем, кто с ним лично связан, ничего не грозит за тот каскад военных преступлений, который теперь в современном мире связывается прежде всего с именем Владимира Путина, а уж затем его с его ближайшими соратниками и с русским народом, поддерживающим кровавую войну Владимира Путина и по сути акцептирующим военные преступления как самого главы государства, так и российских вооруженных сил, демонстрирующих худшие качества террористической организации. Так что, чем дольше будет Путин воевать, тем хуже будет с авуарами Алины Кабаевой и всех остальных важных для Владимира Путина людей. И это тот вывод, который ему предстоит сделать. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства на самом ютюбе. Мир вам!